Мы с вами говорили о Первоапостольской Церкви. И теперь я хотел бы предложить для вас четыре модели, которые Церковь выработала по отношению к миру на протяжении всей своей истории. Мы всю историю не рассматриваем, мы только четыре модели. Первая модель, которую Церковь использовала в истории касательно этого мира, она называется модель отделения. Эта модель построена на идее, что надо отделиться от этого мира, мир представлен прежде всего как греховная система, которая развращает христианина, поэтому наша цель отделиться от этого мира, при этом противопоставляется Царство Божие, Царство Миру Сему. Таким образом формируется такой черно-белый фон, где белое соответственное христианство, Царство этого мира темное. И есть исторические примеры, например, анабаптисты, менониты или амиши в Пенсильвании. Кто-то видел в Пенсильвании амиши? Между прочим, тут у вас свои амиши или их разные форматы, когда люди, они полностью пытаются отделиться от мира. Вот недавно я брал интервью у одного такого, есть украинские амиши в Тернопольской области, очень интересное движение, называется они, как это на русском не скажешь, кашкетники, носят специальные шапки, поэтому их прозывают кашкетниками. Они до сих пор не признают электрического тока, но при этом разрешают мобильные телефоны, селфоны и заряжают их у соседей. Такие очень специфические люди, где-то полторы тысячи людей, четыре села охвачены этим движением. Оно заточено на идее противопоставления Царства Божьего, Царства этому миру, и они пытаются даже культурно не воспринимать эту реальность. Опасность в такой модели – это аскетизм, изоляция от общества. Где-то в советское время эта модель работала, когда верующие себя противопоставляли советской атеистической реальности, но в этой модели всегда есть проблема. Церковь хочет сохранить себя, но при этом возникает момент изоляции. Я быстренько такой пример приведу. Моей бабушке был такой шкаф дома, и в этом шкафу хранилась лучшая посуда в нашем доме. И мне было лет 7 или 8, и я смотрел на это все и не мог понять. Суббота приходила, это день уборки. Бабушка брала тряпочку, открывала этот шкаф и протирала эту посуду, эти чашки, эти стаканы. И я чуть-чуть подрост, говорю, бабушка, когда наконец мы будем с этих чашек пить, а с этих тарелок будем кушать? Потому что как бы лучшая посуда, но она не используется. Она говорит, в этой посуде другое предназначение. Она должна быть декором или украшением в нашем доме. Я говорю, бабушка, так это же посуда называется. Какое свойство или какая функция посуды? Стать посредником между пищей и моим желудком. И если она не стала посредником, значит это украшение. И потом я вот увидел эту проблему в модели отделения. Воскресным утром собрались верующие, пастора открыли этот шкаф, первая проповедь о святости протерли, вторая проповедь о святости протерли, но самое худшее, закрыли шкаф назад до следующего воскресенья. Это хорошо, если посуда чистая, потому что никто из грязной посуды кушать не хочет и пить не хочет. Но плохо, если из этой посуды никто не кушает и не пьет. Никогда. Она просто как украшение. Отделенная, как в этом шкафу посуда. Она чистая. Эти люди говорят о личной святости. Они думают сами спасаться. Но чтобы кто-то из них пил или ел, об этом речь не идет. Святость это только часть миссии. Поэтому отделение – это неплохая модель для личной святости и спасения. Но оно не влияет на других. Если человек голоден, и он смотрит на красивую посуду, это его не накормит. Ему надо, чтобы там была пища. Вторая модель – модель идентификации. Это когда церковь, наоборот, за 20 веков приспосабливала себя к миру. Это приспособление, к сожалению, ведет к самоуспокоенности и к некритическому восприятию светских подходов и практик. В таком случае церковь не плывет против течения, а плывет за течением. Она теряет пророческую роль. Под пророческой ролью имеется в виду, она не имеет морального права сказать что-то по отношению к этому миру, потому что она живет, как этот мир. Есть вопрос в такой писании. Если свет – это тьма, то какая же тьма? И вот, к сожалению, такая модель, она тоже не работает. Ну, некоторые считают, что Иосиф в Египте мог быть подобным, хотя трудно с этим согласиться до конца. В частности, ставят такой вопрос. Как Иосиф стал зятем верховного жреца Египта? Зачем это надо? Это что, может, это был, как то, что вы говорили, это был какой канал, как войти, чтобы повлиять. И вот он стал зятем верховного жреца. И тут дискуссия есть. Есть исторический пример – это христианство после Константина. Христианство 4 века, когда церковь перестает быть гонимой, из гонимого меньшинства превращается в гонящее большинство, которое гонит язычников и которое сливается с мировоззрением этого мира. Или, как на Руси, язычество и христианство друг друга не взаимоисключают, а друг друга взаимодополняют. И такая была поговорка – «Бога бойся, и черта не гневи». И эта поговорка как бы олицетворяла новое мировоззрение и соединяла его со старым мировоззрением. Третья модель очень оптимистичная, называется модель преобразования. Она предполагает, что христианство должно преобразовать жизнь отдельных людей и культуру в целом. Идея здесь какая? Необходимо не просто спасать одного человека, а спасать весь мир. Не просто ввести людей к тому, чтобы они спаслись, а акцент делать на преобразовании творения. При этом, к сожалению, идет недооценка силы грехопадения и греха. И это ведет к оптимизму чрезмерному и утопизму. То есть речь о чем идет? Человек на самом деле неплохое существо, говорят представители этой модели. У него есть недостатки, и наша задача исправить эти недостатки. Здесь, к сожалению, не учитывается, что грех причесывать нельзя. То есть если мы даже причешем грешника, из благородного грешника или из неблагородного грешника, сделаем благородного, он все равно останется грешником. Я вот смотрю на некоторые миссии там в Голландии. Они работают с наркоманами, предлагая им легкие наркотики, чтобы они из тяжелых наркотиков перешли в легкие наркотики. И согласно гуманистической концепции это неплохо. Но, к сожалению, сама тяга, сама зависимость, проблема греха не решается. Поэтому модель преобразования, она очень позитивна в смысле, что она не хочет просто спасти человека, она хочет преобразовать общество. Но очень часто в попытках преобразовать всех мы забываем одного. И здесь есть потрясающий пример, это Женева при Кальвине. Вы знаете такого реформатора Жана Кальвина, который в 1536-м начал менять духовный климат в Женеве. Но сделал он это с помощью государственной власти. Были выписаны специальные предписания. За игру в карты давали 30 раз плеткой. За матерное слово 32 раза плеткой. За злословие в сторону отца или матери давали 70 раз плеткой. За прелюбодеяние отрубовали голову. И четыре головы отрубили только за два с половиной года. А за гомосексуализм была самая страшная казнь в Средневековье, когда человека садили в такую железную клетку, накаляли щипцы железные в огне. И потом с этого человека живем вытягивали ребра. И он в ужасных муках умирал. Но делалось это с помощью насильственного инструмента. В городе все было тихо, спокойно. Все ложились вовремя, вставали вовремя, ходили. И поэтому Кальвину было дело до всего. Начиная от вашего спасения на небе и заканчивая тем, что вы едите на обед и какую прическу вы носите. Он попытался объявить город христианским. Из четырех театров оставили один. Пересмотрели его репертуар. Короче, масса всего произошла. Но когда женевцы выгнали Кальвина в 1539-м, начался обратный процесс. Они как будто с цепи сорвались. Начали опять злодействовать. Воровство, пьянство, картежничество, разнузданность и праздность. Все это поразило назад Женеву. И потом Кальвин вернется и доведет опять до конца вот эту модель. И когда мы позапрошлом году были в Женеве с группой по местам реформации, мы попали на гей-парад. 80 тысяч геев собрались со всей Европы пройти в Женеве по центральной улице. И у меня было две мысли. Первая мысль. Если бы сейчас тут был Кальвин, сейчас бы тут костры запылали, тут бы такое было. А с другой стороны я подумал, а может крайность или маятник с одной крайности шатнулся в другую крайность. И то, что мы сегодня имеем, это как раз действие маятника. То есть модель преобразования, она интересна по-своему, она достаточно масштабна. Она думает не просто об изменении отдельной личности, об изменении всего общества. Но практика показала, что она недооценивает силу грехопадения. Ты не можешь с палкой уничтожить грех. Если ты будешь бить морду, извините, гомика, это не сделает его христианином. Если ты будешь использовать другие методы влияния, но преобразования не произойдет, по большому счету ситуация выглядит следующим образом. Человек устроен вот таким смыслом. Внутри человека убеждение. Наше убеждение влияет на наши ценности или приоритеты. И уже наши ценности влияют на нашу практику. То есть мы хотим изменить очень часто практику, забывая, что убеждения влияют на ценности и на практику. Например, мы воспитываем детей. Мы говорим, делай так. И в нашем присутствии он делает так. Как только меня не стало, он делает так, как велит ему его убеждение. И когда мы говорим о покаянии, братья и сестры, мы понимаем, что покаяние – это прежде всего изменение убеждений. Потом это изменение ценностей, потом это изменение практики. Например, Иисус в доме Закхея. Закхей встает и говорит, половину имения моего я раздам нищим, и кого чем обидел, воздал вчетверо. Иисус сразу заявляет, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вопрос, успел ли Закхей на момент заявления Иисуса раздать и отдать? Он не успел, но почему Иисус спешит? Он видит, что убеждения поменялись. Или обратный пример. Бог сказал Адаму и Еву не вкушать. Приходит змей и говорит, подлинно ли сказал Бог? Он бьет не просто по практике, он бьет в сердце убеждений Евы. И когда Ева, Ева и убеждения поменялось, поменялась ее практика. Этот вопрос, подлинно ли сказал Бог, он звучит очень специфически, потому что в первой главе бытия десять раз написано. И сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и стало так. То есть, Моисей нам показывает, что то, что говорит Бог, оно так и происходит. И тут он подходит и говорит, подлинно ли сказал Бог? И когда убеждения Евы поменялись, это не просто ее практика поменялась. Изменение практики свидетельствует об изменении убеждений. В Библии человек, который действует не согласно своих убеждений, назван лицемером. Лицемер — это личность, в которой практические действия отличаются от его убеждений. Между прочим, эта схемка хорошо объясняет разную судьбу Петра и Иуды. Вы помните, что Петр отрекся от Христа, но его убеждения он выразил там, в этом, к Исарии Филипповой, когда Иисус сначала спросил общественное мнение, за кого люди почитают меня, а потом спросил, а вы за кого почитаете? И Петр говорит убеждение, ты Христос, Сын Бога Живого. Это его убеждение. Петр отрекся под давлением обстоятельств. Теперь давайте посмотрим на Иуду. Скажите, пожалуйста, как Иуда называл Христа в Евангелиях? Как Иисуса он называл? Учитель. Он нигде не назвал его Господь. Он нигде не назвал его Христос. то есть Мессия. Он нигде его не назвал Иисус. Он признавал его статус как Учителя, но он не видел в нем личность, пришедшую с неба, имеющую особенную миссию. Тем более он не видел в нем Господа. Поэтому убеждения в Иуде были другие. Ящик у него был и все остальное. И главная мысль какая? Отрекаются под давлением обстоятельств, а предают добровольно. Скажите, пожалуйста, кто-то давил на Иуду, чтобы он предал Христа? Или это было личное решение? Когда человек добровольно что-то делает, это выходит из его убеждений. У Петра были другие убеждения. Он, конечно, согрешил, отрекшись от Христа. Никто его не отправдывает. Но он это сделал под давлением обстоятельств, в то время как убеждения были другие. Иуда сделал это добровольно, что засвидетельствовало наличие именно таких убеждений. Поэтому, когда мы говорим о модели преобразования, очень важно, чтобы преобразования происходили изнутри внаружу, а не наоборот. Иногда вы пытаетесь внешними факторами преобразовать, но это очень слабо. Если человек такой грязный или привыкший мусорить, попадает в чистое общество, даже свинья там пытается как-то так вести себя благородно. Но как только такой человек попадает там, где обычная ситуация, он будет так же свинячить. Потому что изменение должно произойти внутри. Как Павел пишет, приду ли я или не приду? Или дети наши? Есть ли мы на месте или нет? Мы сформировали в них такие убеждения, которые позволяют им действовать сообразно определенному взгляду и модели поведения. И, наконец, последняя модель, наиболее энергозатратная, но и наиболее, собственно, евангельская, это модель воплощения, миссионерская модель воплощения. Что она предполагает? Нахождение в мире, но не от мира. Она синтезирует три предыдущих модели. От моделей отделения. Для этой модели характерно отделение от зла в мире. То есть реально отделяться от зла. Молитва Христа. Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от чего? От зла. Это от первой модели. От второй модели. Идентификация себя с людьми в мире. Так как человек находится в этом мире, как Христос для нас и нашего спасения с неба сошел, так и мы должны идентифицировать себя с людьми в этом мире, потому что, если мы не будем близки к их немнуждам, потребностям, болям, напряжениям, они скажут, так а ты хочешь просто меня затащить в свою группу, тебе я не интересен с моими нуждами, тебе интересны какие-то смыслы другие. И вот тот характер миссионера, о котором мы говорили до этого, он как раз подразумевает, что этот человек близок к людям. Иисус насколько был близок к людям, что даже ел и пил с некоторыми людьми, и его за это обвиняли. И от третьей модели стремление трансформировать культуру изнутри. От модели преобразования. То есть начать изменения с центра, а потом уже пойти на периферию из сердца, извне, а не наоборот. Итак, модель воплощения. Отделение от зла в мире, идентификация себя с людьми в мире и стремление трансформировать культуру изнутри. Это модель поведения Иисуса. Посмотрите, Он был в мире, но не от мира. И Иисус никогда не искал политической или религиозной власти. Иисус стремился решить проблемы мира, решив проблему греха. Это наиболее энергозатратная модель, друзья. Почему? Потому что, если в модели, куда мы поехали и сказали что-то, требуется, чтобы хорошо научиться говорить, как в 90-е были у нас в Украине. Поехала молодежь в село проповедовать, и пастора молятся, чтобы вот эти два часа, пока идет собрание, молодежь себя зарекомендовала хорошо. А потом уже приедут, уже как Будда. А модель воплощения подразумевает, что ты должен быть в духовных кондициях 24 часа в сутки. Потому что люди видят тебя. И не только в доме молитвы, как себя ведешь, а какой ты в принятии решений, какой ты в отношениях с другими людьми, какой ты, когда возникает конфликтная ситуация. Это модель воплощения. Быть с людьми, жить с людьми, быть прозрачным, быть на виду, но при этом не плыть за течением, демонстрировать ценности Царства Божьего, быть личностью, которая воплощает весь, а не просто личностью, которая говорит о вести. Это четыре основные модели. И теперь, учитывая, что времени мало, я пропущу писядническую теологию миссии. Я, наверное, когда-то еще приеду, и отдельно мы поговорим о писядничестве, потому что это моя специализация. Если я сейчас начну говорить, я боюсь, что это может затянуться. И завтрашнее утро, или собрание завтрашнее, мы будем встречать здесь же. Это большая тема, и я все-таки, наверное, пропущу ее. Перейдем сразу же к современной миссии, буквально несколько смыслов. Вот когда мы говорим о современной миссии, мы должны понимать, что за последние 50 лет, в славянском контексте 30 лет, в мировом 50, мировоззрение человека поменялось. Прежняя эпоха, которая была 200 лет, называлась модернизм. Она ставила акцент на человека метафорой или такой образом этой эпохи будет микроскоп и слова Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую». Эта модель подразумевала, что реальность можно изучить, анализировать и объяснить. То есть говорилось приблизительно следующее. Рациональные способности человека это то, что приведет к нас к устройству и успеху. Второе, что говорилось, во всем необходимо сомневаться. Третье. Наука и разум приведут человека к процветанию и счастью. Вот Советский Союз на этом был построен. Еще. Библейские чудеса объяснялись природными причинами. Оказывается, там на Черном море раз в 500 лет бывает такой отлив и прилив, что возникает суша. И вот когда Моисей ударил, на самом деле это не чудо, это действие природного закона. А потом египтяне не учли этого действия природы и погибли. А израильтяне прошли по морю, как по суше. Вот это объяснение. Еще один момент. Все в мире существует в рамках причинно-следственной связи. По своей природе человечество является добрым и благодаря разуму может преодолеть все проблемы. Вот эта модель существовала 200-250 лет, пока не случилось две мировых войны. Оказывается, люди поумнели, получили образование, но в 20 веке уничтожили друг друга во двух мировых войнах, уничтожив 80 миллионов людей. И оказалось, что разум не является панацеей. Он не является инструментом, который сохраняет от проблем. Наоборот, чрезмерный акцент к разуму ведет к усилению власти. И в конце концов, там, сталинизм и нацизм столкнулись между собой. И произошла одна из самых больших трагедий в истории человечества. Поэтому на смену модерну приходит постмодерн. Идея, которая уже характеризуется не микроскопом, а калейдоскопом. Реальность понимается как разделенная, но взаимосвязанная. И метафорой является паутина. Там центра нет, но она висит. То есть, какая пришла идея? Идея в том, что истину нельзя познать. Нету человека, который знает все. Мы все на пути к познанию. Каждый смотрит в свое окошко. Каждый видит по-разному. Главное, чтобы я не говорил, что я вижу то, что я вижу в своем окошке. Это все, что есть. Мы не знаем Бога до конца. Мы не можем его понять. Вот когда-то один проповедник выступал на 50-ническом конгрессе во Львове. Прочитал текст Писания и говорит, я сейчас вам скажу, что имел в виду Бог, когда сказал вот эти слова. И, конечно, для людей, которые вот современного поколения, ты сейчас скажешь, что имел в виду Бог? Мы все только на пути к познанию. Мы не можем его знать полностью. Если кто-то говорит, что я знаю Бога полностью, это человек, который хочет иметь власть над остальными. Поэтому он утверждает, что он что-то больше знает. Отсюда, как мы вчера говорили, скепсис к любой власти, признание одной абсолютной истины в том, что абсолютно истины не существует и так далее. И вот посмотрите, насколько мышление поменялось. Тут, конечно, вы мало что увидите. На модернистском уровне романтический образ жизни. На уровне постмодернизма жизнь абсурдна. На этом уровне необходимо иметь цель в жизни. На этом уровне жизнь – это игра. На этом уровне необходимо иметь план для жизни. Здесь необходимо пользовать шансы. Дальше. Во всем есть своя иерархия. Постмодернизм в мире правит анархия. Необходимо довести дело до конца. Процесс важнее цели. Все имеет свою причину, говорили раньше. Сейчас, говорит, вещи происходят. Истину можно найти, ничего нельзя доказать. Ценность фактов, ценность отношений. То есть люди сейчас живут согласно вот этого стопчика. Постмодернизма. А вот такой романтический взгляд прошел уже. И если для прежней эпохи было характерно вот символ, такой часовой механизм, где все взаимосвязано, для нынешней эпохи вот этот клубок, где ты не поймешь, где начало, где конец, который нельзя просто развязать. Вот приблизительно в мозгах сейчас вот этот клубок. И разобраться здесь очень непросто. Вот посмотрите, как это в архитектуре проявилось. Постмодернизм выражается во всех сферах. В бизнесе, в науке, в архитектуре. Если для модернизма характерны правильные формы, где есть архитектурный ансамбль, то постмодернизм предполагает совсем другой уровень мышления. Или вот знаменитый университет в Кливленде, где работает Роман Шеремета. Если вы туда зайдете, внутри все, конечно, удобно. Но когда вы внешне смотрите на это здание, вы понимаете, что это совсем другой тип мышления. Здесь нет правильных форм. Вот это осталось, как бы остается недостроенным. Это образ того, что не надо там достраивать что-то. Или знаменитый, так званный пьяный дом в Чехии, в Праге. Не надо думать, что это землетрясение. Это он так построен. Это такой тип мышления у современного человека, который проявляется в архитектуре. Любую сферу возьми. Постмодернизм взял свою линию. Посмотрите, как постмодернисты относятся к Богу. Бог не является личностью, он основа бытия. Это не определенная тайна, он трансцендентный. То есть он там где-то, его здесь нет. Он не имманентный. Познается каждым лично, поэтому разный для всех. Любимая фраза постмодернистов, у каждого свой Бог. Посмотрите, друзья, постмодернисты хорошо относятся к Иисусу и плохо к церкви. Они говорят так, Иисус обещал Царство Божие, а пришла церковь. И таким образом, понятия Царства Божьего и церкви противопоставляются. Иисус был великим учителем, заботливым человеком. Иисус заслуживает уважения, Иисус был исторической личностью просвещенной, он был реформатором, стоял против религиозников и коррупционеров. Посмотрите, как постмодернисты относятся к церкви. Церковь – это организованная религия с политическими целями. Церковь осуждает других людей. В церкви доминируют мужчины. Церковь уверенно провозглашает, что другие религии ошибаются. То есть они к Иисусу относятся позитивно, к церкви относятся негативно. И это надо учитывать, когда мы формируем нашу миссионерскую стратегию. Обычно, друзья, вот если уже говорить о нашей стратегии, наше мышление вот такое. Вот я большой, в моей жизни есть 168 часов в неделю, сколько идет на меня? Из 168 часов можете посчитать, сколько идет лично на каждого. Дальше. Церковь меньше в моей жизни, но если вы не Давид Ильницкий, который живет в церкви, а просто обычный человек, тогда вот церковь в вашей жизни маленький круг имеет. А мир вот там такой. Когда получится, тогда мы засвидетельствуем, когда не получится, мы этого не сделаем. Надо мышление менять. Посмотрите на эту схемку. Я маленький, нахожусь в большой церкви. Церковь – это собрание маленьких «я». Если в церкви большие «я», это уже не церковь. Но церковь находится в мире. Поэтому любая моя активность в церкви должна подразумевать влияние на этот мир. В наших церквях сейчас даже уборщица должна понять, что она миссионер. Она готовит помещение для того, чтобы внешние люди пришли сюда. Поем ли мы, молимся, проповедуем. Все должно иметь идею влияния на этот мир. Это тоже, когда три человека строили дом молитвы. Одного спросили, что ты делаешь? Он говорит, я кирпич кладу. Вчера гараж строили, сегодня дом молитвы. Второго спросили, а ты что делаешь? Он говорит, я строю дом молитвы. Это особый объект. А третьего спросили, а ты что делаешь? Он говорит, а я утверждаю царство Божье в этой местности. Три человека делают одну и ту же работу. Но взгляд у них на эту работу абсолютно разный. Поэтому любая наша активность в церкви, она должна подразумевать мир. Схема такая. Не должно быть вот церковь, здесь есть сцена, и люди со сцены питают людей в зале. Должно быть церковь, это сцена для этого мира. Вся церковь находится в миссиональной ситуации. Поэтому она является сценой для этого мира. Я маленький, я нахожусь в церкви, но любая моя активность в церкви, она имеет смысл прославления Бога. А вчера мы говорили прославить, это сделать его имя каким? Известным. И наша задача в этом стоит. По большому счету, друзья, вот я очень кратенько сейчас пробегусь, пять ключевых миссиональных составляющих большой миссии у нас. Первая, пророческая миссия. Что значит пророческая миссия? Мы живем согласно Евангелию. Это отличается от того, как живут другие люди. Прежде чем мы что-то будем говорить, нам сначала надо продемонстрировать Христа. То есть воплотить весть. Людей меньше интересует весть, их интересует вестник. Поэтому все начинается, что мы живем не так, не обманываем. Мы не занимаемся коррупцией. Мы не предаем. То есть воплощаем Христа в жизни, живем согласно Евангелии. Второй момент, это миссия отношений. Прежде чем мы начнем что-то говорить, нам надо завязать отношения. Люди сегодня не принимают весть от каждого встречного. Они принимают весть только от того, кому доверяют. И уровень отношений влияет на нашу возможность влиять на человека. Если отношения на уровне вот такой, мы не можем сдвинуть пальцем сильно, потому что отношения малые. Но если у нас уже отношений больше, точек соприкосновения больше, мы влияем на людей. Важно начать с органичных отношений. Органичные отношения подразумевают, что мы живем с людьми, мы находимся на учебе, мы работаем вместе. Это органические отношения. При этом подобный общается с подобным. Что имеется в виду? Молодая мама общается с другой молодой мамой. У них много точек соприкосновения. Они начинают с памперсов, они начинают с бессонных ночей и лекарств, а заканчивают Христом. Я помню, когда моя жена, когда дети маленькие, она говорит, ну когда я уже буду об Иисусе говорить? Говорит, а твои подружки там с колясочками ходят. Ты же возле них ходишь. Это органические отношения. Ты сейчас молодая мама, у тебя маленькие дети, и люди, которые по парку ходят вместе с тобой. Это прекрасные органические отношения. Почему? Потому что на самом деле, молодой маме сложно освеществовать представителю говермента. Или там бизнесмен, и какой-то человек, который, собственно, только уверовал, и у него там плохой бэкграунд, ему сложно говорить бизнесмену. Поэтому подобный проповедует подобному. Когда это происходит, это все очень органично. При этом Христос демонстрируется в отношениях. Сразу мы воплощаем Христа, это пророческая миссия. Второе, мы предлагаем людям отношения, и верны в этих отношениях. Потом наступает третий момент, это миссия добрых дел. Наша задача проявить то, что Павел описывает в Галатам 5, 22, 23. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, кротость, воздержание. В миссии добрых дел мы являем Христа, мы являем услужливость Христа, при этом мы проверяем мотивы. Хотим ли мы этому человеку искренне помочь, или у нас другой мотив. И только потом, друзья, начинается миссия слова. И здесь важные акценты. Современник не хочет слушать в одну сторону. Мы должны предполагать, что в слове будет диалог. Он имеет право на вопросы. И иногда человека надо просто послушать. Мы когда-то посещали одну бабушку, три часа она говорила, мы уже замучились молодежью слушать эту бабушку. В конце она говорит, мы так гарно поспелкувались. Какого я поспелкувалась? Мы просто слушали. Но сейчас вот задача христиан просто слушать, как психолог. Он просто слушает, и ему еще и деньги за это платят. Второе. Используйте индуктивный метод преподавания. Что такое индуктивный метод? Очень быстренько. В миссии. Вы знаете, что дедукция подразумевает движение от общего к частному, индукция от частного к общему. Когда мы говорим об индуктивном методе, вот самый простой дедуктивный пример античности. Первое. Тезис. Все люди смертные. Это тезис. Потом пример. Сократ, человек. Вывод какой? Все люди смертные. Это общий тезис. Пример. Сократ, человек. Вывод. Сократ умрет. То есть появляется новое знание, которое не противоречит общему тезису. Конечно, тут все составляющие должны быть мудрые, потому что софисты в античное время, они людей обманывали. Например, у тебя есть то, что ты не терял. Это логично? У тебя есть то, что ты не терял. Пример. Роги ты не терял. Вывод. Ты рогатый. Какая проблема здесь в этом примере? И здесь не, и здесь не. Это нарушение правил логики. Здесь все логично правильно. Если мы сегодня по современным поколениям начинаем говорить, все люди смертные, они говорят, эликсир бессмертия, медицина развивается, мы скоро достигнем этого состояния, поэтому не надо сегодня начинать с этого тезиса. Я встретился недавно с одноклассниками, и мы говорим, Наташка погибла, этот от алкоголя погиб там одноклассник, этот от наркотиков погиб. И я умолк, и один стоит и говорит, да все мы смертные. То есть это обратная логика. Если бы я начал говорить, все люди смертные, они бы мне умничали и начинали бы оспаривать этот тезис. Но когда ты двигаешься от конкретного к общему, это двигается совсем по-другому. Поэтому это надо использовать в проповеди. Не надо проповедовать, сразу показать общую картину, а потом картинку на кусочки раскладывать. Надо пазл за пазлом складывать, то есть двигаться от частного к общему, а не от общего к частному. Почему? Потому что люди в таком смысле могут отыскать истину вместе с нами. Они не хотят себе вердикт подписывать. Но наша задача привести пару примеров, и они сами придут к тому, что они хотели вначале от нас слышать. Поэтому очень важно много использовать рассказов, личных свидетельств, как истина влияет на вас. Поэтому вот этот момент, который вы отметили, тестимонии, очень важный момент. Не просто Иисус помогает. Это никого не касается, это дедуктивный момент. А Иисус помогает мне воспитывать моих детей. Это уже совсем другое послание. Иисус помогает мне любить свою жену. И так дальше. Я не говорю в общем. Иисус исцеляет. А Иисус исцелил меня. И я могу это продемонстрировать, засвидетельствовать об этом. Очень важный момент. Рассказы, личные свидетельства. Еще один момент. Использование аудиовизуальных средств, драмы и искусства. В чем проблема? Сегодня люди устали от слов. А наши собрания евангельские, они логоцентричны. То есть они акцентируют на слова. Но человек же целостное существо. И у нас кроме уха, глаза еще есть, органы обоняния есть. Другие составляющие. Пять органов чувств. Как это на английском? Органы чувств. Сенситив. Вот этот момент нам надо учитывать. Почему православная литургия сегодня популярна? Потому что в православии Бога не только можно услышать, а увидеть. Понюхать можно Бога в православии. Другие составляющие. И мы должны, ну иконы я не предлагаю вам использовать, но аудиовизуальные средства, драму, искусство, это чтобы проговорить, если в уши, глаза не доходят. Или не в глаза, а в уши. Помните этого? Еремию. Он так замучился говорить этим ребятам, что вот с северо-востока идет опасность, и нельзя уповать на египетского фараона. Нельзя. И когда у него там уже уши затыкали, и род ему затыкали, он просто взял, сделал ярмо, помните, стал на перекрестке, и это ярмо в глаза. Иудеям должно было пророчески проговорить больше, чем в уши. Если не хочешь меня слушать, то вынужден будешь увидеть. Это то, что называется пророческий знак. И сейчас эпоха этих пророческих знаков. Еще один важный момент – это использование юмора и иронии. Современное поколение… А, это вы говорили о юморе? Да. Драма, искусство. Сделайте сценку хорошую на организационном собрании, чтобы люди не только слышали, а чтобы они видели. Сделайте какой-то элемент искусства, то есть какой-то знак, чтобы люди не просто сталкивались с вашими словами, а чтобы что-то проговаривали их глаза. Да, да. То есть, если это юморизационное собрание, мы должны использовать не только инструмент обращения к ушам, потому что сегодня слова обесценились, их слишком много. А когда мы понимаем, что личность целостная, как в воскресной школе. Детки – это очень сложно им слушать долго, поэтому мы используем наглядности. И в юморизационном собрании эти наглядности должны присутствовать. Иначе люди просто устанут от правильных слов. Юмор и ирония тоже важны, потому что для постмодернизма такие слова, как сарказм, как это троллинг, есть такое слово троллинг на английском, или стеб, как это стебаться, это то, что очень распространено среди современного поколения. Вы знаете, что у Бога тоже есть тонкое чувство юмора, в Писании это очень проявляется. А иронии сколько в Библии. Вспомните только Илью, когда эти чудики 850 бегают и зовут своего Бога под распаленным солнцем. А Илья говорит, может, ваш Бог уснул, а может, он в дороге, давайте покричим больше. Это ирония самого высшего такого левела, поэтому Бог не запрещает иронизировать, но в здоровой мере, конечно. И в конце концов, говорит с точки зрения духовности, а не церкви. Видите, друзья, традиционное благовестие, оно начиналось с вести. Человеку предлагали принять решение, ввели в поместную церковь. Хорошая церковь – это там, где объясняются доктрины Писания. Сегодня подход к благовестию изменился. Надо начинать не с вести, а с взаимоотношений. Современник должен увидеть, какое проявление духовности в жизни тому, кому доверяет. Потом он узнает, что эта духовность есть личные отношения с Христом. Потом его приводят в общину, а в этой общине он принимает решение уверовать в Иисуса. Насколько изменилась сама модель? Раньше, вот то, что мы делали в 90-е, весть, решение, поместная община, доктрины. Сейчас взаимоотношения, духовность, личные отношения с Христом и уже принятое решение. А на взаимоотношения, друзья, надо намного больше времени. И мы должны понимать, что иногда наши даже графики перезагружены, где это время взять? И последний момент – это созидательная миссия. Мы не просто хотим спасать людей, мы хотим преобразовывать творение. В каком смысле? Конечно, тут трудный вопрос. Христос умер за человека или за все творение? Но мы должны быть креативными в этом смысле. Мы не просто живем на земле. Вот какая у нас проблема в Украине? Человек едет на машине, съел мороженое, у него в руках бумажка с мороженого, он открыл окно, выбросил бумажку и говорит, земля, и все дела не изгорят. Потом домой приходят, у него дома такой порядочек, как будто он еще в тысячелетнем царстве собирается жить в этом доме. И внешние люди смотрят, говорят, какое-то неправильное, поведение какое-то разное. В машине он едет один, дома он абсолютно другой. Мы не просто говорим о спасении человека, мы думаем о том, что мы озаботимся о общественной инфраструктуре, занимаемся профилактикой. Все это называется созидательной миссией. Посмотрите последовательность. Пророческое действие, то есть живу не так, как другие. Второй момент. Миссия отношений, завязываю отношения. Третий момент. Делаю добрые дела. Четвертый момент. Начинаю говорить. И пятый момент. Созидаю не просто свой дом, а созидаю общество, творение, которое вокруг меня. И несколько практических советов. Первое. Показывайте людям Христа. Второе. Будьте практичными. То, что мы говорили. Как Иисус влияет на ваш брак. Как Иисус помогает воспитывать детей. Как Иисус помогает преодолеть трудности. Третье. Избегайте церковного языка. Современник не понимает церковного языка. А мы, кто еще славянского мира, у нас не просто церковный, у нас субкультурный язык. Язык даже в церкви, в некоторых церквях есть свои ошибки. Привыкли мы там говорить Духа Святаго. Или с ровенскими этими, или волынскими акцентами. Это чудеса. Я когда слушаю эти вещи, ты понимаешь, что внешне не понимают ни обвертки, и по смыслу тоже. Кто хочет отдать Богу душу, выходите наперед. Наш дьякон Коля наложит на вас руки, и вы умоетесь кровью. Когда вот эти три смысла звучат вместе, человек в панику впадает. Почему? Потому что он не знает, что такое отдать Богу душу, или у него другие коннотации. Он не знает, что такое дьякон Коля наложит на вас руки. И он не знает, что такое вы умоетесь кровью. Вы можете испугать человека. Поэтому надо избегать церковного языка. Мы думаем, что люди понимают покибытие, или как овца был введен на заклание. Эти вещи для современных людей непонятны. Тем более в этом обществе. Я иногда слушаю старых проповедников при всем уважении. Но они используют такую терминологию, которая для молодежи очень тяжело воспринимаема. Я сам борюсь с этим. Дальше. Научитесь ставить вопросы с целью родить сомнения в их точке зрения, свести к минимуму их защиту, создать желание услышать больше. То есть это диалог. И не только он ставит вопросы, вы ставите вопросы. При этом вопросы надо поставить правильно. Используйте иллюстрации, рассказы. Ищите согласие с теми, кого вы хотите достичь через благовестие. То есть если сразу разговор не складывается, помните Павла в Деяниях 17. Он в Афины пришел, он мог встать в Ариапаге и сказать, «Ребят, вы все законченные идолопоклонники». Но он говорит, «Я тут входил между вашими святынями и увидел что-то интересное». Он нашел точку соприкосновения. Хотя его дух возмутился. Ему было неприятно, когда он это все видел. Но он начал с позитива. Потому что если негатив идет сразу, тогда очень сложно. Избегайте давления. Современный человек не любит давление. Когда мы срываем зеленые плоды, когда мы заставляем. Кто хочет покаять? Кто у нас в церкви первый раз? Поднимите руку, подняли. Выходите наперед, мы будем молиться за ваше покаяние. Понятно, что такие подходы в ускоренном режиме, они не приносят результат. Не критикуйте другие религиозные группы. Это то, что делают некоторые верующие, пытаясь себя представить в белом свете за счет очернения других. Один раз в жизни имел такой опыт. Ехал в поезде, со мной ехала бабушка. Мы начали беседовать. Бабушка говорит, я вот на Полтавщине живу, в селе возле Полтавы. И еще Бог дает здоровье. Я вот хозяйство имею. А сын, говорит, живет в Полтаве. Я расчью там поросенка. Сын приезжает с Полтавы. Мы режем порося или свинью. Половина мне, половина ему. И ему хорошо, и мне хорошо. И, говорит, так много лет продолжалось, пока однажды я не вырастила свинью. Я ему звоню. Он говорит, мама, извини, я не приеду брать свинину, потому что я пришел в церковь адвентистов седьмого дня. А они мне сказали, что свинину истинно можно. И она говорит, вы представляете, он меня обидел. Я сколько с этим поросенком возилась. У меня уже здоровье не то. И тут он, говорит, как всегда кушал эту свинью, тут, говорит, какую-то секту вступил. И теперь свиней не хочет. И она мне говорит, ну и, конечно, я вынужден был поддержать ее недовольство. И я говорю, ну вот, Новый Завет, это они так понимают. Ну, я начал говорить-говорить, критикуя его подход. И тут такая пауза настала. И она мне говорит, говорит, а вы что-то против моего сына имеете? И я попал как бы в проблему. Я поддержал ее недовольство, но в конце концов он остался ее сыном. И она мне поставила в вину, что я вот раскритиковал ее сына. Хотя она сама меня сподвигнула на эти вещи. И это хороший урок. Не критиковать другие религиозные группы, несмотря на все их ошибки и так дальше. Говорите не о себе, а о плоде Духа в вас. И важный момент. Говорите больше Богу о людях, нежели людям о Боге. Если мы заберем молитву, когда вы уже сказали достаточно, и приходит момент, вот завтра я хочу об этом проповедовать на собрании, приходит момент, когда ты уже все сказал для человека. Ты показал Христа. Ты ведешь себя адекватно. Приходит момент больше говорить Богу о человеке, нежели человеку о Боге. У меня тесть и теща не верующие. Мы вчера говорили об этом. И мы уже все сказали. Стараемся быть во всех моментах примером для них. Я же не говорю сейчас. Время говорить Богу о тещи. нежели тещи о Боге. Потому что покаяние – это Божий дар. Мы не можем родить человека свыше. Это может сделать Бог. Поэтому мы говорим Богом о людях. И надо больше говорить Богу о людях, нежели людям о Боге. Лучшее сравнение евангелизма сегодня – это рыбалка. Вам здесь известна рыбалка. Вот посмотрите, во времена первого века существовало несколько видов рыбы, которые можно было поймать. Первая рыба называлась «Рыба Святого Петра». Ее так назвали из-за того, что там нашли эту монету, которая пошла на храмовую подать. Второй вид был рыбой сардин из Генеосарецкого озера. Считается, что именно такой рыбой Иисус накормил 5000 людей. И были рыбы-усачи, распространенные в южной части Галилеи, которые питались сардинами, которых евреи употребляли в субботу. И вот посмотрите, на каждый вид рыбы была своя сеть. На рыбу Святого Петра использовалась накидная сеть или уда, когда Петр поймал эту рыбу. На второй вид рыбы использовался тягловый метод, а на рыб-усачей использовался трехстенный невод. Отсюда вывод. Наша работа в духовной рыбалке – смотреть, какие есть виды рыб и определить, какие виды сетей мы должны использовать. То есть мы должны понимать, что должна быть больше, чем одна стратегия. Не надо думать, что все поймаются на один крючок или на одну наживку. Как у апостола Павла. Он говорит, вразумляйте бесчинных, вутешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. То есть в каждой категории должно быть свое отношение. Например, слабого не надо вразумлять, его надо поддержать. Бесчинного не надо поддерживать, его надо вразумлять. Речь идет о том, что не надо думать, что одна стратегия будет работать на всех людей. Люди разные, подходы должны быть разные. Так же, как в духовной рыбалке. Я пропускаю практические советы. Мы, может, завтра об этом поговорим во время встречи со служителями. Последние два нюанса. Первое. Не так важно, почему люди пришли в церковь. Намного важнее, почему они там остались. Мы можем привлечь человека один раз. Но вопрос в том, что люди должны в церкви оставаться, а не просто прийти один раз. Почему человек остался в церкви? Почему вы остались в церкви? И вот для внешних это важный момент. И второе. В 2010 году по всему миру провели исследование, где был вопрос, чего современные посетители ожидают от церкви. Внешние показали распределение вот таким образом. Первое, что они ожидают, дружелюбие и теплого отношения. Внешние люди по всему миру заполняли специальную анкету и сказали, первое, что они ожидают от церкви, дружелюбие и теплого отношения. Вот то, что мы сегодня слышали о служении, любовь и так дальше. Второе. Характера богослужения, которое помогает внешнему пережить присутствие Христа. Апостол Павел пишет или говорит в Ариапаге точнее, не ощутят ли, а потом не найдут ли. То есть все начинается с ощущений. Душевное, а потом духовное. Вот я не верю в такое, что муж и жена дома не разговаривают друг с другом, но при этом у них горячая молитва. Есть сначала душевные связи, а потом духовное развивается. И то же самое касается внешних. Внешние хотят пережить дружелюбие и теплые отношения, хотят пережить присутствие Божье. Для этого нужен специальный характер богослужения. Третье. Внешние ожидают места для их детей. Это поняли представители бизнеса, которые сделали в больших маркетах бэби-зоны. Есть у вас такие для детей? Потому что если хозяйка зашла, и у нее ребенок кричит на руках, хозяин магазина понимает, что она купит только то, что ей надо. А если ребенка где-то там пристроить, нас в Украине шутят и говорят, какая скорость женщины в супермаркете? 200 долларов в час. Я думаю, что здесь повыше скорость. Но при условии, что надо пристроить ребенка. И в церкви должно быть место для детей, и это позволяет ребенку сфокусироваться. И четвертое, что они написали, удобное церковное помещение. Это не так важно, не на первом месте, но тоже важно. Рик Уоррен в своей книге «Целеустремленная церковь» пишет следующее. «Вашу проповедь могут помнить недолго, но память о вонючих туалетах в вашей церкви остается на многие месяцы». И он дальше пишет. «И ничто не может так испортить святость момента, как свист микрофона». Когда человека призывают в покаяние, и тут как крыгочие, через преисподничье, откуда оно. И проблема, я знаю, у вас хороший оператор, но обычно по миру проблемы с операторами большими. Пастора жалуются, говорят, что больше всего проблем с операторами. Очень интересные люди. Мы даже курсы делали для них специальные. И все равно вот аппаратура хорошая, человеческий фактор срабатывает. Поэтому удобное церковное помещение – это то, что для современника тоже важно. Завершаем, друзья. Миссия – это то, к чему нас призывает Господь. Наш девиз – четыре слова. Спасся сам, спасай другого. И этот момент для нас очень важен. Мы не просто спасаем свою душу. Мы хотим, чтобы другие познали Иисуса. Поэтому пророческая миссия – живем, как Христос призывает нас жить. Знаем не только, как себя вести в доме молитвы, но и в разных сферах жизни, как бы Христос себя повел. Второе – развиваем отношения с людьми. Третье – делаем добрые дела. Четвертое – говорим. Пятое – созидаем. Занимаемся креативными какими-то подходами. Пусть Господь вас благословит, чтобы мы вместе сделали Его имя известным. Спасибо за внимание. Если мы завершим молитвой, это будет приемлемо. Вы задумались? Давайте помолимся. Поблагодарим нашего Бога. Субтитры создавал DimaTorzok